Привет-привет! Добро пожаловать в новый влог! Он начнется с неприятного происшествия для меня, о том, как я попала почти на 500 долларов, не выходя из дома. Посмотрите, что произошло с моей любимой, обожаемой плитой. Это индукция и откололась часть стекла. Как так произошло? Вот здесь в шкафчике я храню разные масла, и одна бутылочка стояла очень неудобно. Я доставала макароны, и она шлепнулась вниз, и это было масло с трюфелем. Я расстроилась, что разбилось масло, аромат стоял на весь дом. Но каково же было мое удивление, когда я начала убираться, и увидела, что масло с трюфелем — это еще цветочки. Плита работает, но она бьется током, и вообще как бы так дело не пойдет. Поэтому я обратилась к мастерам, которые делали нам кухню. Она не из Икеи. Она была сделана под заказ, и сказали, что такой модели электролюкса больше нет. Но мне помогли подобрать ту, которая сейчас доступна, такого же размера, как у нас. И завтра должны привезти. И заказала ее онлайн вместе с монтажом. Покажу, какая будет теперь. И надеюсь, что все будет в порядке. Вроде как ничего сложного. Ее должны перевезти, и мастера сразу же все подключат. То есть нужен только электрик, а саму плиту можно купить даже онлайн. Она не садится на силикон. Она просто вот так кладется и как-то там монтируется, и все. Так что завтра ждем мастера. И да, я снова взяла белую, потому что это более практично, чем черная. А у меня была и та, и другая, поэтому однозначно светлая. Потихоньку начинаю собирать весенние образы. У меня появилось несколько новинок. Я скажу вам честно, что я практически ничего не приобретала на распродаже. Я сделала ставку на качество, на многофункциональность и на те вещи, которые будут служить мне не один сезон. Ко мне приехала очень классная посылка из Новосибирска от бренда AIM CLO. Я их обожаю, искренне люблю. Ношу, не снимая целый год, не только осенью и зимой, потому что у них много классной базовой или даже можно сказать капсульной одежды, потому что у них есть как базовые модели, так и кое-что такое с изюминкой разных цветов. Вот на мне сейчас свитер, который я была очень рада найти в посылке, потому что я спрашивала у AIM CLO, есть ли именно этот цвет в этой модели. И они сказали, что их очень быстро разбирают, а потом открыла посылку, смотрю, а там лежит этот такой сочный, весенний, зеленый. И этот цвет будет суперактуальным в предстоящем сезоне. Я как-то совсем недавно открыла его для себя, и мне кажется, что он очень здорово освежает. Можно носить с разными другими цветами. На мне сейчас серые брюки, о них я, конечно же, вам тоже расскажу. Очень классная моделька. Вот здесь я чувствую двойную как бы ткань, да, двойной трикотаж, благодаря чему стойка держит свою форму и выглядит очень благородно. Замок можно расстегнуть или наоборот чуть спрятаться от ветра и застегнуть до конца. Здесь еще и 50% шерсти. Составы у AIM CLO потрясающие. У них собственное производство. Всегда супер достойные материалы. У меня очень много одежды от них, поэтому я могу точно вам сказать, что это прекрасно носится. Я все свитера отношу в химчистку или аккуратно стираю вручную. И они до сих пор выглядят как новые. И брюки на мне, конечно же, тоже AIM CLO. Точно такие же. Я показывала черные в прошлом сезоне и очень сильно их хвалила. Я их носила, не снимая. И это факт. Даже 1 января я была в них. Настолько мне в них комфортно, когда холодно, под низ я надевала термобелье или теплые колготки и не отказывала себе в удовольствии выглядеть стильно, даже когда за окном мороз. Сейчас взяла себе вот такие графитовые. Они сидят безупречно. И ткань супер классная. Даже по длине, вот на мой рост, без каблука, размер XS сидит так, как надо. Получаю огромное количество комплиментов за брюки. И вы всегда интересуетесь. Более так правильно скроенных я не видела нигде. Оставлю вам ссылку на черные и надеюсь на то, что серые еще будут отшивать. Но я видела, что сейчас в новинках появились ну не такие же брюки, чуть другие, без защипов, но такой же расцветки. Супер! Спасибо большое! Добавлю несколько аксессуаров. Мои любимые очки. Большая сумка-бананка, которую я ношу, набросив на плечо или же вот так, через плечо. К сожалению, ее уже нет в продаже. А вот пальто должно быть. Это тоже Эмкло. В прошлом году у них появилась еще и верхняя одежда. Есть и тренчи, и пальто А, силуэта, с поясом, без пояса, разных базовых цветов. Обязательно укажу вам промокод, который мне дали для моих зрителей. Оставлю его в инфобоксе. И также у них скоро будет сезонная распродажа. Поэтому гляньте, что там у них. Я уверена, что вы останетесь у них надолго, и у вас будет не одно удачное приобретение. А еще мне, знаете, как нравится с белыми кроссовками, которые я пока что не достала. И хочу связывать волосы, носить с кипкой. Мне кажется, будет вообще огонь. Еще один цвет, который мы везде будем видеть весной, я уверена, что даже летом, это Электрик Блум. Но так как я как-то до этого никогда не пробовала носить его у лица, если вам нравится такой цвет, то вы можете найти даже вот предыдущий свитер в такой расцветке, или же другие какие-то фасоны. Я подумала, что более безопасным и комфортным вариантом для меня, потому что хочется типа быть и в тренде, но и при этом, чтобы я чувствовала себя в своей тарелке. Поэтому я выбрала себе вот такую полоску. И тем более, что это моя любимая модель со стоечкой. То есть ничего не давит, очень удобно и комфортно. Плюс здесь тоже 50% шерсти в составе, поэтому мне будет тепло. Размер универсальный. Я специально сейчас достала его из брюк, чтобы показать вам длину. На мой невысокий рост он даже прикрывает не бедра, и рукав не короткий. Как всегда, рассмотрим пряжу поближе. Но красота же, всегда все аккуратненько. Еще осенью видела этот тренч, но решила взять на весну, потому что как-то весной я чаще ношу тренчи. Редко можно встретить тренч такого цвета. По-моему, они были в двух расцветках, и это такая, опять же, современная классика. То есть это неприталенный вариант, это оверсайз. Я обязательно его застегну и покажу, как он выглядит в застегнутом виде. У меня размер XS, но он оверсайз. Если вы высокая девушка и ищете для себя не короткий тренч, то этот тоже хорошо на вас сядет. Смотрите на мне, он довольно длинный. Здесь также необычный рукав. Интересно смотрится. Конечно же, есть карманы, широкий пояс. Состав это стопроцентный катон, и он плотный. Также мне нравится, как этот тренч выполнен сзади. Очень стильно. Я невероятно довольна. Не обязательно носить это все с серым, с графитовым, как сейчас комплект на мне. Можно выбрать что-то более яркое, или же наоборот, спокойный бежевый, какой-то жемчужный, с карамельным, между прочим. Хаки, это универсально. Во всяком случае, в моем гардеробе есть миллион сочетаний. Изумительно. Изумительно. Обратите внимание на то, что здесь спрятаны пуговицы. Но, конечно, фурнитура здесь, вот знаете, такая тоже добротная. Вот, казалось бы, обычный тренч, да? Но когда ты его завязываешь, все равно он смотрится таким, знаете, уникальным. И иногда цвет выглядит более бежевым, таким даже песочным, а иногда более зеленым. В зависимости от того, какое освещение, есть солнце или нет, и с чем вы это все носите. Я вообще вывела для себя правило, чем проще, тем роскошнее. Я рассказывала вам об этом. Мне кажется, что это еще одно доказательство моих слов. Так как я не знала, что найдется для меня свитер с замком, то изначально я заказала этот. Точно такого же цвета. Из такой же пряжи. 50% шерсти, 50% акрила. Благодаря вот такому сочетанию эти вещи не скатываются, и также нет вот этого, знаете, раздражения на коже. Во всяком случае, я не все шерстяные вещи могу носить. С Эйм Кло у меня нет таких проблем. Насколько я помню, это универсальный размер, тоже не коротенький рукав. И модель удлиненная. Можно носить с леггинсами, например, если вы того желаете. И цветов есть огромное количество. Выбирайте тот, который вам нравится. Помимо тех вещей, которые я оставила себе, и которые я буду с удовольствием носить, мы сегодня еще разыгрываем шикарное пальто. Обязательно напишите, какой из образов вам понравился больше всего. Подписывайтесь на стильный инстаграм Эйм Кло. У них там очень много вдохновения и идеи для создания образов. И я сейчас немножечко вам завидую, потому что это такое пальто светлого цвета, которое подойдет и на каждый день, и в качестве какого-то нарядного варианта. Оно выполнено из мягчайшей ткани, теплое. Я так говорю, потому что у меня есть очень похожая укороченная карамельного цвета. Мне кажется, что это пальто будет очень хорошо сидеть на девочках повыше, чем я. А у меня рост 1,62 м. Также если вы носите размер от XS до L. Я думаю, что это действительно универсальный вариант, но на меня оно оказалось длинновато. И рукав, и сама длина пальто мне хотелось бы чуть покороче. И я решила, что можно было бы его перешить, но даже больше удовольствия я получаю от того, что я могу делиться с вами. Все условия участия внизу в инфобоксе. И не забывайте подписываться на стильный, вдохновляющий инстаграм Amy Klo. Найдете там много разных идей для образов. Давно не было никаких собиралок, поэтому сегодня давайте накрасимся вместе. У меня есть корзинка с любимыми тональными средствами, которые я выбираю в зависимости от настроения, от состояния кожи, от того, что я планирую делать в течение дня. Но чаще всего на каждый день я выбираю что-то легкое с таким влажным, естественным финишем. Это BB крем от бренда Misha. Я делала на него обзор, но никогда не показывала вам его в нанесении. Я растушевываю его спонжем, и может показаться, что я нанесла его ну так прилично, но на самом деле спонж впитывает большую часть средства, поэтому на лице остается тоненький слой. И еще также здесь много ухаживающих компонентов, поэтому и кожа тоже комфортно. Под глаза я наношу консилер, это у меня Lancome. Он, знаете, с одной стороны неплохо может перекрыть несовершенство, но не сильные синяки. Он тоже увлажняет кожу под глазами и неплохо держится в течение дня. Если зафиксировать его пудрой, покажу, какую я использую. Я опять же растушевываю все спонжем. Мне кажется, что так получается естественнее всего. Пудра под глаза из фаворитов года это Hean. Она со светоотражающими частичками, с таким разглаживающим эффектом, действительно как в фотошопе. И консилер не собирается ни в какие складочки. Я использую разные кисти. Я постараюсь все перечислить в инфобоксе, но большинство из них вы видели в разных моих роликах. На все лицо я использую такую сияющую пудру от бренда Armani. Она зашлифовывает, она делает такой холеный финиш на лице. И дает немножечко дополнительного покрытия. Для бровей я решила попробовать несколько новых средств от бренда Stellarie. Мне пришла посылка еще перед Новым Годом и только сейчас добрались руки. В начале в ход пошел карандаш для бровей. Я скажу вам честно, что я не особо умею пользоваться, ну как, мне не очень удобно использовать такую форму карандаша. Она в виде треугольника, но оттенок холодный, тауповый. И сама текстура приятная. Так как для меня оттенок темноват, то я нанесла совсем немного. И со второй стороны здесь еще есть такая удобная щеточка. А вот эту штуку запомните все те, кто так же, как я, предпочитают такую сверхсильную фиксацию. Мне нравятся брови, такие как заламинированные. То есть ты выкладываешь так, как нужно тебе. И действительно брови не сдвигаются. Даже если есть челка, если как-то волосы попадают на лицо, если сильный ветер, в дни погода наши брови останутся на месте. Очень советую. Я в восторге. Если где-то остаются какие-то пробелы, и мне не хватает буквально нескольких волосков, я дорисовываю их при помощи классного маркера от бренда Evelyn. Недавно выходил обзор, обязательно гляньте. Легкое естественное скульптурирование я выполняю при помощи одного из самых любимых средств. Это Make Up Forever в оттенке S112. Повторно его недавно купила. После болезни я особенно бледная, поэтому добавляю немножко бронзера, хотя это не бронзер, а пудра от бренда Dior. Возвращаю свежесть и цвет своему лицу при помощи румян от бренда Belour Design. Я взяла другую кисть и обалдела, насколько по-другому и ярко она нанесла румяна, поэтому все растушевала той же кисточкой, которой наносила пудру. Это всегда выручает. Завеваю ресницы при помощи керлера от бренда Shoe Mura. Крашу ресницы базой под тушь от бренда Evelyn, линейка Varite. Знаю, что многим она полюбилась. И потом мне достаточно будет всего одного слоя туши для того, чтобы реснички выглядели как настоящий веер или крылья бабочки. Нравится эта комбо. Тушь тоже Evelyn Varite. Она супер черная и выкладывает реснички, хорошо держится, еще и надолго хватает. Еще один мой фаворит это жидкие матовые тени от бренда Luxe Visage. У меня в оттенке 103, пока что не нашла их в Польше. Но посмотрите, какой красивый цвет. Я уже не говорю о плотности, о стойкости и о простоте нанесения. Можно использовать в качестве базы, но я часто вот так наношу, растушевываю кисточкой и все. Оттенок необычный, супер стильный. Он чуть темнее моего естественного цвета кожи, но вот как-то так гармонично дополняет любой макияж. Добавляю в складку немного теней от бренда MAC. Это однушка, которая продается отдельно. Оттенок Best of Me. Новое качество теней, новая линейка Powder Kiss. Они очень мягкие, они хорошо растушевываются. И этот цвет подойдет для светлых девочек. В уголок глаза добавляю старые, возможно, их даже уже не найти, но это тени от бренда Inglot. И самое главное, что это сатиновые тени. Они не сияющие, смотрятся более натурально, но все равно подсвечивают взгляд. На губы я наношу карандаш от бренда Seventeen в оттенке 02. Красивейший нюд. И дополняю все помадой тоже Seventeen в оттенке 01, насколько я помню. Наношу совсем чуть-чуть и растушевываю пальцем. И в конце немного суперского блеска от бренда Luxe Visage. Вот такой макияж у меня сегодня получился. Очень простой и быстрый. При помощи использования как любимых средств, так и кое-каких новинок. Я обязательно покажу вам тон. Ну, давайте прямо сейчас это сделаю, который сейчас на слуху у всех. Это новинка от Шарла Тилбери. Вот такой. И на некоторых он выглядит очень красиво. Я насмотрелась отзыва, взяла себе, и на мне это нечто странное. Он подчеркивает все шелушения его. И видно, и при этом он очень легкий на коже. У меня есть более бюджетные тональные кремы, которые, ну вот знаете, как вторая кожа, которые делают тебя буквально как с обложки журналов. А это что-то и не перекрывающее, но при этом подчеркивает все шелушения, и в итоге его видно, при том, что он все равно особо ничего не перекрыл. Странно, но факт. Я попытаюсь, конечно, его использовать чуть позже, когда, возможно, будет не так холодно, но со всеми базами. Я пробовала его и подмешивать в какие-то другие тоналки. И каждый раз мое лицо выглядит некрасиво, и до конца дня он не выдерживает что-то такое уникальное. Мои косметички, я даже не знаю ни один другой и дорогой бюджетный тон так отвратительно не лежит у меня на лице с разными кремами. И вообще, знаете, танцы с бубнами за 199 злотых нет, спасибо. Ура-ура, наконец-то у меня есть новая плита, хотя я совершенно этого не планировала. Было не очень-то и приятно, но я потом расскажу вам, как нам удалось возместить практически всю стоимость, и не по гарантии, потому что она уже истекла. Это снова электролюкс, и поверьте мне, что если бы этот цвет не был бы практичным, я бы повторно его не поставила. Здесь можно готовить 4 блюда одновременно, и вот эта варочная поверхность расширяется. То есть можно нажать кнопочку и готовить что-то большое. Так, можно выдохнуть и продолжать радовать себя и домашних вкусными блюдами. Говорят, пылесосов много не бывает, и, пожалуй, я соглашусь. В прошлый раз я заказывала аналог Дайсона и хотела найти что-то в наш офис. И меня все устраивало, с ним все прекрасно, я до сих пор рекомендую его. Но мне предложили попробовать этот. А кто я такая, чтобы отказываться? Тем более, что моя мама хотела беспроводной пылесос, тот я подарила маме, а вот этот отправится в наш офис, а он еще и с моющими функциями. Это такая штука 3 в 1. Причем пылесос, он может убрать что-то, что разлилось, рассыпалось, и даже если это какой-то кетчуп или майонез, то тоже все сработает. Ну и, конечно же, как электрошвабра. Фирма, которая его производит, это такой большой концерн, где делают и Xiaomi, и вот этот, насколько я знаю, робот-пылесос. Я заказывала его на Алиэкспресс. И этот бренд тоже представлен на Алике. Сейчас при покупке очень классные бонусы. Я оставлю вам всю нужную информацию, которую мне прислал производитель. Возможно, вы заинтересуетесь. Тем более, что этот пылесос самый доступный по цене, еще и с разными функциями, по сравнению со всеми остальными, которые были у меня, у нас. Я сейчас вам покажу, на что он способен, и завтра Томак заберет его в офис. Так как я им пользуюсь уже какое-то время, у меня сложилось конкретное мнение. Скажу так, что эта штука подходит только для гладких поверхностей. То есть, если у вас ковролин или, например, много ковров, то здесь нет сменной щетки, при помощи которой вы могли бы это пропылесосить. Если для плитки, для ламината или вот у нас деревянный пол, отменно хорошо все чистится. И если у вас большая поверхность, то вам придется довольно часто сюда доливать воду. В эту емкость, здесь около 450, насколько я помню, миллилитров, заливается вода, или можете добавить какое-то моющее. И если у вас большая квартира, то во время уборки придется несколько раз обновлять воду, ну, заливать ее сюда, и еще и очищать вот этот резервуар, где собирается грязная вода. Ну, благо, все удобно и быстро отстегивается, разбирается, можно помыть, достаете фильтр. Собственно говоря, все. Занимает это буквально несколько минут. Для того, чтобы просушить валик или как-то достать его, поменять, просто снимаем это все. Даже человек такой, как я, который с техникой на вы, справился на ура. Вот, смотрите. Для того, чтобы его включить, мы нажимаем кнопку пуск, и если делаем влажную уборку, то еще раз нажимаем вот эти капельки. Если во время уборки что-то идет не так, закончилась вода, где-то неправильно вставлен валик, то дисплей загорается красным, и он начинает разговаривать на английском. Но я думаю, что тут и так по иконкам будет понятно, если вдруг вы не владеете этим языком. И есть еще одна классная функция, но о ней я расскажу уже потом, когда уберусь. Помимо всего вышесказанного, в комплекте еще было два ролика. Их периодически, наверное, нужно будет менять. Так что здорово. При том, что Томак довольно фанатично намывает полы, и кажется, что пол чистый, все равно после уборки собирается целый контейнер с грязной водой. Сезон такой на Шамикуша. Мы стараемся вытирать ей лапы после прогулки, но все равно она постоянно что-то приносит. Она у нас большая собачка, поэтому приходится убираться. Так как я сказала, к сожалению, этот пылесос и электрошвабра отправляются в офис. Хотя я бы не отказалась от такого помощника в доме. Почему я не оставила? Потому что, ну сколько можно иметь пылесосов, мне кажется, что это уже перебор. Но это настолько удобно, когда у тебя стационарно что-то стоит, и ты можешь по-быстрому, вот так, не доставая швабру, не наливая воду, убраться дома. Помимо того, что он делает влажную уборку, он еще и собирает что-то, что пролилось. И здесь я решила наглядно вам показать, как он справляется, например, с чем-то более густым, с кетчупом. Когда мы уже закончим убираться, а сейчас как раз тот момент для меня, я просто ставлю его на базу, нажимаю вот эту кнопочку, которая располагается под ручкой, и он сам очищается. Достаю контейнер с... Ну хорошо, хорошо, дай сказать. Достаю контейнер с грязной водой, конечно, здесь уже добавлен кетчуп, но поверьте мне на слово, что у нас не так чисто дома, как кажется на первый взгляд. Никому не обещала положительный обзор, я не готова продаться за швабру, но я должна признаться, что это классная штука для быстрой уборки, не для генеральной, и учитывая все эти моменты, которые я озвучила чуточку ранее. Я подарю Томику этот пылесос, пусть убирается на здоровье, он у нас фанат чистоты, он точно оценит. У моей подруги есть одна замечательная традиция. На мой день рождения она всегда выбирает самый оригинальный букет, и у нее это однозначно получилось и в этом году. У меня еще никогда не было букетов в таких цветах. Супер необычно. Конечно же, приятно. Ну что, друзья мои, в этой части влога мне уже 34 года, у меня был день рождения, но не сегодня. Сегодня я гуляла с Микой, в шапке у нас не просто холодно, а очень-очень ветрено, поэтому я натянула на себя все самое теплое. Вернулись с прогулки, я немножко подкрасилась, но я на домашнем. И сейчас я хотела бы распаковать подарки. Здесь могло бы быть просека, я могла бы отпраздновать с вами еще раз, но не в моем состоянии, поэтому у меня типа капучино, типа на молоке, на каком-то растительном напитке, и по вкусу не очень, но я как-то привыкла. Вообще-то на мой день рождения мы планировали поехать в Испанию. Ну, так сложились обстоятельства, что я дала себе время выдохнуть, остановиться и просто полениться. И несмотря на то, что я никак не планировала праздновать свой день рождения, Томак организовал и торт со свечами, цветы, ресторан и подарок, плюс ко мне приходили мои друзья. На протяжении нескольких дней вечером у нас каждый день были гости, и это настолько приятно, когда ты говоришь, нет-нет, я не праздную, у меня нет сил, и тут звонят в дверь, там с тортиком или с цветами, поздравляем тебя, Оля. И да, я дала себе время замедлиться, и наконец-то нашелся и повод, и время на то, чтобы повстречаться даже с теми, с кем мы очень давно не виделись, в силу разных обстоятельств. Помимо этого у нас сейчас пик заболеваний, поэтому не все хотят идти куда-то в люди, в ресторан, и в один день, получается, даже не в мой день рождения, а на следующий день мы организовали такой небольшой девичник, вот, и собрались у меня дома с девочками, заказали суши, посидели, поболтали, и там уже было просека, вот, и очень так, знаете, позитивно, несмотря на то, что не совсем по плану, не совсем так хотелось. Ну, я довольна, и как бы забавно это ни звучало, я вам рассказывала, да, о прогнозах моего 33-го года жизни, мне говорили, что он будет сложным, и вот как ни странно, возможно, я себя так запрограммировала, но еще за несколько дней до моего дня рождения мне стало легче, то есть у меня и силы начали появляться более-менее, да, то есть у меня уже не шатало из стороны в сторону, и вообще как-то настроение было лучше, но, так как вы мне писали, я себя не нагружала, и пользуясь случаем, так как я не снимала влогов, я хотела бы поблагодарить вас за все поздравления, за пожелания, и это настолько необычно, когда ты не напоминаешь на каждом шагу, когда у тебя день рождения, и тебя начинают поздравлять с 12 часов ночи, то есть как только наступает 26 января, сразу же столько поздравлений, пожеланий чистого сердца, огромное вам спасибо за то, что нашли несколько минут своего времени для того, чтобы по сути дела поздравить чужого человека, с которым вы даже не знакомы в реальной жизни, но я очень ценю и считаю нас с вами такими виртуальными друзьями. Интересно, вы сейчас слышите, как трещит эта свеча? Я специально ее зажгла для того, чтобы показать вам, как необычно она горит, и какие необычные звуки она издает. Слышите? Она трещит, как будто горит костер. Ой! И пламя слишком высоко не поднимается. Мне кажется, что это довольно безопасно. Точно такую же свечу я недавно дарила, и получается, что моя подружка уже второй год подряд покупает мне точно такую же в качестве подарка на день рождения. Я всегда с удовольствием сжигаю ее до конца. У нее неудушающий аромат, у них много таких, знаете, нейтральных отдушек, разные цвета вот этих свечей и разные формы. То есть, не обязательно брать в виде лодочки, но все они вот так потрескивают. Я рассказывала вам в прямом эфире инстаграма. Ой, девчонки, напишите мне, пожалуйста, смотрели бы вы хоть иногда прямые эфиры здесь на YouTube. Мне было бы интересно такое живое общение с вами, и с одной стороны мне удобнее и спокойнее было бы сделать это днем, когда мне никто не мешает, дети в школе, там муж на работе. А с другой стороны я понимаю, что большинство из вас свободны вечером. И как быть? Нужно как-то, знаете, продумать этот момент, но я была бы рада повидаться с вами не только в записи, но и в реальном времени. Я много раз упоминала о том, что я большая поклонница группы Океан Эльзы. Когда я жила в Украине, я не пропускала их концерты, еще тогда были фестивали просто рок, я тоже ездила на них и с папой, и со своими подружками, Земфира, Би-2, Мумий Тролль, это вообще была моя тема, и как только я увидела рекламу предстоящего концерта в Варшаве Океана Эльзы, я тут же побежала к Тому, говорю, Томак, я знаю, что я хочу на день рождения, пожалуйста, купи мне билеты на Океан Эльзы. Есть одна небольшая проблема, так как на эту группу меня подсадил мой папа, не все песни я могу слушать, особенно вот эти грустные, я просто вообще рыдаю постоянно, не могу включить в машине, только более веселые, я боюсь, что весь концерт я прорыдаю, но тем не менее, это то, что я хотела много-много лет, это то, ради чего я готова было ехать в Украину, но как-то так складывалось, что когда они выступали, или мы вообще никак не могли приехать, или билеты уже были распроданы, поэтому мой самый главный подарок на этот день рождения, это два билета, для меня и для мужа, если Томак не захочет ехать, то поеду со своей Настей, кстати, концерт состоится 27 апреля, вот, поэтому, если вы живете здесь, в Польше, или готовы приехать из Европы, откуда-то, то билеты все еще есть, они у нас продаются на разных сайтах, вижу, что Томак покупал на Эмпик билеты, моя Анетка подарила мне кое-что необычное, я не знаю, как вам это показать, и вообще, надо ли это вам, это черный бриллиант, блин, он такой, с одной стороны, небольшой, но он и не маленький, и она мне сказала, что я могу выбрать любое украшение, у нее есть знакомые мастера, которые могут сделать подвеску или колечко, просто она хотела, чтобы я определилась с дизайном, и вот она сказала мне, что я для нее не просто обычная подружка, я для нее особенная, поэтому черный бриллиант для меня, у меня вообще мало драгоценностей, практически нет, я почти не ношу золото, не почти, но единственная подвеска, у меня есть такое маленькое сердечко, которое я тоже приобретала у Анетки, или она мне его подарила, ну, короче, не суть, из ее ювелирного магазина, помимо этого, я даже не ношу обручальные кольца, еще Анетка подарила мне вот такую вазу, здесь бантик, его можно снять, но очень красивый цвет, правда, и вижу, что платье, да, она сказала, что у нее есть точно такое же, и мне купила платьица, чтобы мы ходили как сестры-близнецы, хотя мы с ней не очень похожи, на самом деле, разве что ростом, это черное платьице, обычное, из Zara, но с вот такими интересными брителями, и платье не чисто черное, но с таким узором, я его еще пока что не мерила, но не важно, от Насти всегда что-то такое непредсказуемое, скажем так, первое, это две чашечки, вот нужно было сделать капучино в них, правда, хотя оно такое некрасивое, но это в растительном молоке, что лучше вам его не видеть, чашечки очень красивые, и таких я нигде не видела, то есть это не из лидла, или из бедронки, там где я чаще всего покупаю чашки с двойным дном, они у меня регулярно разбиваются, поэтому, что можно сделать, Оле всегда можно подарить чашки или стаканы с двойным дном, вполне вероятно, что они как раз у меня разбились, и конвертик, на что мне деньги сюда положила, нет, не верю, что-то просвечивается, обалдеть, мастер-класс по керамике для нас, вот это кайф, ну, что вам сказать, Настя меня знает очень хорошо, и у меня нет ни одного человека, с которым у меня была бы более сильная такая какая-то космическая связь, я могу что-то подумать, она подумает то же самое, у нас может в один и тот же день сломаться практически одинаково зуб, или там мы вот заболели короной в один день, только она узнала утром, а я узнала вечером, и вы знаете, такие совпадения, плюс вот то, чем мы интересовались в детстве, и она прекрасно знает, что мне может понравиться, что мне может как-то, вы знаете, и пригодиться, и вообще, что мне будет интересно, поэтому я знаю, что Настя всегда дарит какие-то такие необычные подарки, которые уж точно отложатся в памяти, которые мне будут нравиться, так что идем с ней на мастер-класс по керамике, это то, чего я никогда не делала, и между прочим, девочки, это то, что я хотела вам рассказать, но не только девочки, меня смотрят и молодые люди, тогда, когда мы с Настей разболелись одновременно, мы должны были с ней идти на мастер-класс, ой, боже, как у меня задекли ноги, по итальянской кухне, и мы решили с Настей ничего не дарить друг другу на Новый год, а решили вместе пойти на вот такой мастер-класс, он должен был состояться 11 января, и мы заболели как назло, а там были оранчини, вот эти сицилийские, такие, я показывала вам во влоге, такие рисовые шарики в панировочных сухарях, внутри соусом болонеза, и по-моему, тирамису, и что-то там еще короче, не важно, мы все равно вынуждены были это все перенести, и сейчас как раз выбираем на какую кухню мы пойдем, на греческую, или возможно на французскую, это все вроде как будет в начале весны, поэтому заодно отпразднуем и 8 марта, вот такие интересные подарочки, но подождите, это еще не все, ну и самое интересное, я даже не подумала, я осознала, у меня было время на то, чтобы что-то там проанализировать, также был конец года, я не только подводила какие-то итоги, я видела наглядный, скажем так, результат, я закончила что-то очень важное, масштабное для меня, что-то, что казалось мне недостижимым, нереальным, и вообще не по размеру для меня, это было 3 года тому назад, я вообще никогда даже не надеялась на то, что я смогу, но я смогла, поэтому сейчас к своим 34 годам я поняла, что Оль, хочешь, ты как никто заслуживаешь, и я купила себе две довольно дорогостоящие вещи, я думала, что коробка будет такой, знаете, как расписной, но нет, она просто белоснежная, пакетик с наклейкой Dior, то есть можно догадаться, что здесь я не открывала до этого, это Saddle Bag, я взяла себе сумку в размере побольше, буковка D, такая увесистая, считаю, что она не стоит такие денег, честно вам скажу, что это прям слишком дорого для нее, ну что поделать, вот такая дорогая хотелка у меня была, но я заказала ее и возможно я еще подумаю, я сомневаюсь в том, что я отправлю ее обратно, но честно, мне всегда казалось, что она такая более что ли жесткая, она прям мягкая, но с официального сайта не может быть подделка, уж простите, поэтому она точно такая и есть, внутри к ней прилагаются документы, одно отделение и один небольшой кармашек, снаружи есть еще один, вот такой внешний, для того, чтобы, ну там бросить что-то, не знаю, что вам сказать, я так долго ее хотела и сейчас какие-то такие ощущения, даже не знаю, как это описать, на лето она вообще очень здорово подошла бы и даже под мой свитер вот так надеть сразу как-то так стильно, прикольно, но реально это очень дорого для этой сумки, не знаю, меня терзают сомнения, если кому-то не нравится, пожалуйста, тоже принимаю как бы ваше мнение, но мне всегда хотелось, поэтому уж простите, мне нужно самой понять, готова ли я оставить столько денег за такой аксессуар, это не какие-то там суперматериалы, да, хотя, возможно, вот эта канва довольно износостойкая, напишите, пожалуйста, у кого была такая сумка, как она вам служит, но я как-то видела в торговом центре девчонку с ней, только там была модель серого цвета, она была поменьше, это так красиво выглядела, видно было, что она не новая и что это не подделка, все равно как-то так красиво, мне очень нравится эта форма, я не знаю, может это странно, но мне всегда она нравилась, я даже как-то говорила о том, что это та мечта, которую я себе скорее всего никогда не позволю, а потом решила, а почему бы собственно говоря и нет, и то, в чем я ни грамма не сомневаюсь, я так долго засматривалась на эти сережки на пинтерест, что решила в конце концов пополнить свою коллекцию аксессуаров чем-то качественным, таким добротным и не на один сезон, это сережки диор, тоже из официального сайта, девочки, не знаю название модели, я выискала их чисто визуально, они очень красивые, жемчужинки здесь такие прям как настоящие, мне нравится то, что золото здесь типа как состаренное, можно и на каждый день, и на какой-то праздник, мне кажется, что они хорошо мне подходят, я люблю разнообразие в украшениях, и в основном у меня там из Алиэкспресс или из масс-маркета очень мало чего-то, знаете, подороже, практически нет, можно сказать, ни в коем случае не оправдываюсь, просто объясняю вам свой выбор, и вместо золота с бриллиантами я решила купить себе вот такие сережки, а бриллиант, как оказалось, потом уже мне подарила моя Анетка, так что и то, и другое теперь у меня появятся, вот так, иногда складывается, сережки приехали ко мне в красивой коробочке, я даже сняла распаковку для инстаграм, не знаю, выложила или нет, наверное, да, и она так плотно закрывается, я не ожидала, в общем, коробочку я сохраню, и как сказала моя Настя, передашь потом когда-то своей невестке, вот уж повезет невесткам, да, столько добра, если она, конечно, доживет, потому что ничто не вечно, никакие сумки, никакая одежда, тем более, что если ты это носишь изо дня в день, а не так, знаете, на несколько раз, надеюсь, что вам интересно было распаковать со мной подарки по поводу вот этой сумки Saddleback я еще подумаю, потому что, ну, реально как-то так, может, я ожидала большего, такое тоже может быть, не забывайте поставить пальчик вверх, я надеюсь, что вам понравилось, и спасибо большое за то, что вы не пропускаете этот шаг, за то, что поддерживаете меня, это очень-очень ценно для меня, как для блогера, все, всех целую, обнимаю, мы с вами увидимся совсем скоро, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok